Уважаемые раки, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 18 по 24 декабря. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня будем просматривать? Общие характеристики всей этой недели, все, что касается дома, семьи, взаимоотношений. Рассматриваем также работу и карьеру, возможные доходы и расходы, кредитные линии для тех, для кого это важно, внешний мир, любую информацию, на которую расклад может делать акцент. Также посмотрим, что в скрытых факторах. Подведем итоги всей этой недели, посмотрим, будете ли вы довольны ее результатами. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Карта, которую я достану, самый последний, после выкладки всех карт и ответит на ваш вопрос. Уважаемые раки, все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению. В целом в раскладе выпало очень много сильных арканов, очень много положительных карт, которые говорят о том, что для многих из вас эта неделя будет очень успешной и во многих вопросах плодотворной. Хотя на начало периода я вижу, что есть из-за чего-то сомнения, из-за чего-то есть двойственность, которая может граничить с некоторой неуверенностью, но на самом деле это не так. Вы четко знаете, чего вы хотите от жизни. Просто, может быть, вы пока, если говорить о начале недели, может быть, будете для себя взвешивать какие-то шансы, чем вам лучше воспользоваться или как лучше поступить. Но самое важное, что у вас есть выбор каких-то вариантов, как вам действовать. Конечно, многих из вас волнует вопрос денег, и двойка жезлов это предполагает. То, что даже те, у кого есть основная работа, у вас есть постоянный источник дохода или еще какая-то подработка, все равно вам нужно гораздо больше для реализации тех идей, тех надежд, которые есть в вашем сознании. Может быть, вы думаете о спонсорской помощи, о помощи инвесторов для своих дел, но с этим тоже пока не торопитесь. Я вижу, что ваши намерения чисты, это благие мысли, это внутреннее благородство. Если рядышком с вами есть близкие люди, вы всегда кому-то готовы помочь. То есть здесь я не вижу людей-эгоистов. На входящие события выпала карта старшего аркана «Солнышко». За ней следом идет шестерка чаш, тут же рядышком тройка чаш, а все это может говорить о каких-то радостных, приятных событиях, которые вас непременно на этой неделе ждут. То, что касается понедельников, понедельник важных, серьезных дел лучше не начинать, а наоборот, в этот день лучше к чему-то подготовиться, не делать ничего, если не уверены, лучше взвесить все за и против, возможно, чего-то стоит подождать или выждать. Но уже вторник, среда, я вижу, что начинаются активные действия. И по «Солнышку», конечно же, это ваши амбиции, это ваше эго, это ваше желание расти, процветать, это ваше желание кому-то помогать и о ком-то заботиться. И вы, как ясно, «Солнышко» в свое окружение притягиваете многих людей. Безусловно, это карта вашего успеха, вашего уважения в обществе и то, что кто-то признает какие-то ваши заслуги и достижения, и всем этим вы можете пользоваться. Но вы всегда, достигая определенной цели, хотите чего-то большего. Очень светлая, теплая карта, она своей светлой энергией перекрывает даже те сложные карты, которые и выпали в расклад. Поэтому вам тут помогают и сами высшие силы, и есть люди в вашем окружении, на которых вы также всегда можете рассчитывать. Так как эта карта материальная, она предполагает хорошую прибыль уже в этом периоде. У кого-то это деньги от основной работы, при том очень хорошие. Для кого-то это может быть подработка и чья-то посильная помощь. В центре мы видим шестерку чаш. А это говорит о том, что вы себе и отдохнуть сможете позволить в какой-то день или в какой-то момент, если у вас будет желание взять больше выходных, отгулов, если вы работаете. Я не вижу того, чтобы вам отказали или того, чтобы вы свою работу потеряли. Может быть, кто-то подумывает о том, чтобы побывать в отпуске, если вы еще в нем не были. И этот аркан может показывать подготовку к праздникам. Ваше желание купить кому-то какие-то подарочки. Но я вижу, что и в этом периоде вы с кем-то обмениваетесь подарками, приятными теплыми словами. Может быть, уже на этой неделе вас кто-то с чем-то поздравляет. Кто-то вас будет удивлять своими разговорами. И благодаря этому у вас будет хорошее настроение. Но то, что рядом с вами есть человек, по крайней мере один, преданный, на которого вы точно можете рассчитывать, это факт. Но здесь я вижу, честно, не одного человека, который предан вам, потому что здесь и тройка монет, и тройка чаша. Это говорит о том, что если вы работаете в профессиональной сфере, есть тоже люди, которые вас очень уважают, ценят, которые прислушиваются к вашему мнению, которые готовы с вами сотрудничать. Даже если вы на пенсии, и вы пока дома, я вижу, что у вас есть какие-то хобби, увлечения. Вы очень светло-открытый человек. У вас тоже есть дружеское общение с другими людьми, и люди к вам тянутся, вами восхищаются. Вас кому-то могут ставить в пример. Так как в центре мы видим шестерку чаш, а это карта ваших кармических задач, она и говорит о том, что, возможно, в этом периоде вам действительно нужно больше времени уделить своим самым родным и близким. Те, у кого есть дети, вашим деткам или внукам, они нуждаются в ваших разговорах, в вашей помощи, в вашем участии в их жизни. Но если меня смотрит младшее поколение, не забывайте о своих родителях, о старшем поколении и проявите кому-то знаки внимания, уважения. Вас также кто-то хочет видеть. Возможно, вы еще думаете о каком-то человеке для вас как друге или подруге, который также важен для вас, и, может быть, вы еще хотите с этим человеком увидеться, что-то отметить, отпраздновать, поговорить по душам. Для вас это возможно, потому что рядышком шестерка чаши, выпала тройка чаш. То есть здесь есть ностальгия по прошлым временам, но здесь в приятной компании вы также что-то можете обсуждить. Но рядышком карта, которая говорит о том, что в приятной компании вы что-то с кем-то обсуждаете. И у всех здесь праздничное настроение. Также я не вижу того, чтобы вам что-то угрожало из внешнего мира. На внешний мир выпала семерка чаш. А это карта ваших мечтаний и надежд, которых у вас много, но, может быть, не все из них вы пока можете реализовать, потому что для чего-то пока вы еще или недостаточно готовы, или у вас недостаточно хороший фундамент под ногами, но вы все равно о чем-то думаете на будущее. Пока занимаете больше, может быть, выжидательную позицию, или вам в чем-то нужно собрать больше знаний или больше информации для того, чтобы начать осуществлять то, что есть в планах. Так как центральная карта – это карта жизненного равновесия, неважно, кто меня смотрит, работаете вы, не работаете, на пенсии вы, неважно, сколько вам лет, в целом для всех эта неделя будет счастливой и гармоничной. Те, кто работает по тройке монет, это хорошие заказы. Возможность совмещать работу с учебой. Поэтому если вы учитесь, ваша работа не пострадает от учебы, а учеба не пострадает от работы. Мало того, что вы способны совмещать, также в основной профессии я вижу, что вы постоянно оттачиваете свое мастерство, вы растете, для вас это важно, и за эти качества вас высоко оценивают те люди, с которыми вы сотрудничаете, поэтому заказы, работа у вас будет постоянно. Немаловажно также и то, что в Дом финансов выпла тройка чаш, а это карта урожая, и она говорит о том, что, возможно, на этой неделе даже кто-то будет иметь прибавку к зарплате. Это могут быть какие-то премиальные деньги, это действительно могут быть какие-то подарки, хорошие для вас от кого-то. И благодаря тем деньгам, которые будут в ваших руках, вы сможете побаловать чем-то и себя, и близких, о которых вы думаете, потому что здесь вы будете что-то праздновать, отмечать, а это 100%. Возьмем все же дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает, и тех, кто не работает, тех, кто при работе. Для вас выпла карта Пажа Монет, это карта ежедневного труда, без труда не выловишь шибку из труда, и вы это понимаете. То есть трудитесь каждый день, работаете много, может быть не за такие большие деньги, как хотелось бы, но все-таки вы верите в какую-то перспективу на будущее, на то, что что-то будет меняться в лучшую сторону, и вы к этому идете. Самое главное, что вы не сидите на месте, и так как снова-таки Пажи, это всегда люди, ученики по жизни, вы все время можете чему-то учиться и поднимать уровень своей квалификации выше, выше и выше при желании. Возьмем карту для тех, кто в этот период вошел без работы, что нужно знать вам. Для вас выпал туз мечей, я так полагаю, что в планах есть какие-то начинания, но пока они могут быть в сложностях. Эта неделя вам пока дана больше для отдыха, для каких-то дел семейных. При этом, да, вы можете для себя рассматривать определенные варианты по работе или по возможностям, об этом говорил первый аркан, об этом говорит и тройка монет в вашем раскладе, но, скорее всего, пока просто не стоит спешить, об этом также говорит и верховная жрица в вашем раскладе, то, что вы немножечко выждете, а потом начнете действовать. Но это карта конкретных действий, когда я уже точно знаю, чего я хочу и точно знаю, как этого добиться или как получить то, что мне нужно. Для того, чтобы трудоустроиться, возможно, кому-то нужно привести в полный порядок все бумаги и документы. Как подсказка, карта может говорить о том, что стоит искать работу официальную или через официальные лица, если у вас возникают собственные затруднения. Ищите работу согласно своего интеллекта, а я вижу, что вы способны работать не руками, а именно головой. Если это свой собственный проект, то понадобятся деньги для его развития, и об этом тоже нужно думать, и у вас должен быть четкий, сформированный план всех ваших действий. И просится карта, которая под тузом. И это еще один туз. Смотрите, как интересно, два туза подряд. Однозначно, я так полагаю, что уже в ближайшее время в вашей жизни какие-то события по новым проектам будут развиваться очень стремительно. Вы не готовы сидеть и ждать с моря погоду. Поэтому здесь и ваша активность, и активность других людей в отношении вас. Потому что вы кому-то говорите о своей идее. Это может быть не один человек, кто-то ваши идеи поддерживает. Но здесь включаются и сами высшие силы, видя ваше внутреннее желание, внутреннего огня чего-то достичь, приходит помощь свыше. Поэтому реализация ваша, собственно, здесь произойдет уже в ближайшее время. И я так полагаю, что есть какие-то грандиозные планы у кого-то на весну. Для тех, кто на пенсии, для вас выпала карта Короля Жезлов. Мы здесь видим очень самодостаточное мужское лицо. Поэтому, если говорить о мужчинах-раках, скорее всего, у кого-то из вас есть подработка. И вы даже, будучи на пенсии, работаете. Я вижу, что вы очень много общаетесь с другими людьми. Вы способны что-то организовывать. Замечательно. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь может влиять мужчина, возможно, огненной стихии. Это может быть овен, лев или стрелец по гороскопу, но не обязательно. Возможно, это семейный мужчина для тех женщин, которые в паре может показать вашего супруга. Но тут может быть и любой другой человек, мужчина, который вам или чем-то помогает, или от которого идут какие-то блага, или на этого мужчину вы в чем-то можете рассчитывать. Эта карта также стабильная на финансы, поэтому деньги у вас будут на все те нужды, которые вам необходимы, и даже немножечко еще будет оставаться. Переходим к нашим семейным парам. Посмотрим, что в ваших домах, что в ваших отношениях. Для наших семейных пар выпала карта Верховной Жрицы и карта Тройки Монет. Конечно, если говорить о семейных парах, в отношениях больше доминируют женские энергии, потому что женщины-раки очень интуитивны, и, скорее всего, ваш мужчина где-то готов прислушиваться к вашим советам, потому что если вы что-то говорите, так оно в конечном итоге может и получаться. Но в любом случае я вижу, что вы друг с другом будете советоваться, вы что-то будете обсуждать вместе. Но это больше касается каких-то рабочих, денежных моментов, моментов недвижимости дома, быта. То, что касается сексуальности, близости, вам этого не хватает. Если говорить о женщинах, здесь я даже вижу некоторую сексуальную холодность или то, что вы сознательно партнёра держите на расстоянии. Вам двоим может не хватать тепла, слов любви. Если говорить о вашей второй половинке, то ваша вторая половинка всё время старается заработать и также старается развиваться. Внешне вроде бы как тут всё позитивненько, но если говорить о том, что в подсознании вашего партнёра всё-таки разочарование, потому что вижу, что где-то на вас обижается, считает, что вы в чём-то неправы. Если вы идёте на примирение, может, не всегда желает с вами разговаривать и тоже, может быть, сознательно дистанцирует. Вот явно между вами накопилось очень много недосказанного. То, что не проговаривается вслух, в особенности, если говорить о женщинах, в душе многое, но вы далеко не всё партнёру говорите, не всё рассказываете. Вам очень помогут укрепить отношения ближайшие праздники, поэтому постарайтесь сделать друг другу какие-то приятные, хотя бы небольшие сюрпризы, постарайтесь друг друга чем-то удивить, сделайте что-то хорошее друг для друга, и вы увидите, что всё будет меняться в одно мгновение. Немаловажно то, что в ваш дом поступают деньги. Возможно, конечно, всегда хочется больше, большего. Вы пытаетесь в доме что-то развивать, но в доме есть развитие по тем задуманным планам, которые есть в вашей голове. Возможно, вы с чем-то пока не хотите спешить, времените, не уверены делать, не делать, надо, не надо. Но по факту партнёр тут проявляет активность и тоже поступает правильно, поэтому вместе вы можете быть силой и дополнением друг для друга. То, что касается наших свободных раков, для свободных выпало 9 монет, 8 монет и карта пятёрки чаш. Пятёрка чаш немножечко портит всю картину, хотя 9 и 8 монет замечательные арканы на финансы, на работу, на признание в обществе, на признание каких-то ваших заслуг другими людьми, на восхищение. Вы достойны того, что имеете на сегодняшний день, и вы также себя чем-то сможете побаловать, порадоваться жизни и заработать тоже многие из вас могут. То, что касается отношений, если вы на сегодняшний день встречаетесь, отношения могут развиваться, если вы сами этого захотите. Я вижу, что финансово вы независимы от партнёра. Может быть, партнёр вам и предлагает свою финансовую помощь, но вы её не спешите особо принимать. Этот аркан говорит о том, что всё-таки в какой-то момент может наступать непонимание, и то, что вы выстраивали, то, к чему вы вместе шли, как будто бы идёт на смарку. Опрокинуты три кубка. Я вижу, что потом снова будете мириться. В любых отношениях я вижу, что есть желание доминировать. Поэтому здесь ещё может быть такое, что вы просто с кем-то меряетесь характерами. Для тех, кто по-прежнему в свободном поиске, я вижу, что вы сейчас больше заняты работой, нежели личными отношениями. И пока ещё в душе вы полностью не отпустили старые отношения. Может быть, боитесь того, что бывший или бывшая каким-то образом будет о себе напоминать. И по этому поводу у вас печаль. Но вы не должны пребывать в таком настроении. Вы должны радоваться жизни. Вы должны идти вперёд и не оглядываться назад. На завершение этого периода выпала карта старшего аркана колесницы. Многих из вас ждут дороги. Или эта карта просто может говорить о том, что выходные будут активными. Скорее всего, вы точно не захотите сидеть дома. Если у кого-то есть планируемые поездки на конец этого периода, на выходные дни или в середине периода, все дороги будут удачными. И эта карта даже советует вам поехать, если куда-то вы собрались. Возможно, с этими дорогами могут быть некоторые сложности в плане организационных каких-то вопросов. Но поехать вы сможете. И благодаря вот этой дороге у вас и настроение будет абсолютно иное. Но здесь я вижу задор, азарт, радость, уверенность в том, что вы делаете всё правильно. Теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы выпала восьмёрка, старший аркан силы, карта луны, старший аркан и карта королевы мечей. Обратите внимание на то, что тут три подряд старших аркана. Колесница, Сила и Луна. А это говорит о том, что есть какие-то спорные внутрисемейные вопросы, которые могут касаться не обязательно партнёра, а вообще рода, родителей, детей, ещё каких-то родственников. Здесь как-то всё непросто. У вас с кем-то из родных могут быть не очень такие хорошие разговоры, вы из-за чего-то нервничаете, но внутри своей семьи, внутри своего дома вы тоже кому-то можете красиво что-то ответить, красиво кого-то поставить на место. Тут присутствуют женские энергии. Это может быть или сестра, или мать, или тётя, или бабушка. Может быть, от какой-то женщины из семьи на вас исходит некое давление, вроде бы из благих побуждений, но вам всё равно может это не нравиться, потому что здесь у вас с кем-то в семье как такое, небольшое противостояние. Но своих родных и близких, даже когда что-то так или не так, вы заставляете себя уважать. Я просто вижу, что тут в чём-то нужна строгость, и вы сами это понимаете, что не всегда нужно разводить какие-то душевные церемонии. Просто-напросто вы кому-то не позволяете садиться себе на голову. Ну и, в общем-то, это правильно. Теперь посмотрим, что в скрытых факторах, как форс-мажор или как совет, тут мы видим карту Пажа Жезлов. Карта хорошая, поэтому в форс-мажоре ничего негативного. Как совет, карта говорит о том, что вам нужно больше общаться, возможно, чему-то нужно подучиться. Если в планах есть что-то по учёбе, учитесь, развивайтесь. Если у кого-то есть детки, то ваши дети могут нуждаться в вашем внимании, в вашем участии в их жизни в этом периоде. И теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта шестёрки мечей, и эта карта даёт ответ. Да, эта карта показывает дорогу, поэтому если вопрос был связан с дорогой, вы 100% куда-то поедете. С этой дорогой я вижу, что у вас связаны большие мечты и надежды, но не всё так просто, как хотелось бы, не всё так просто, как в ваших мечтах. Но эта карта огромных ресурсов, перспектив и возможностей, поэтому вы движетесь в правильном направлении, даже если вопрос касался чего-то другого. всё равно это правильно. Давайте возьмём дополнительные карты из нашего оракула. Так как оракул может давать весьма неожиданную информацию, будьте готовы к любой информации и не судите строго. Смотрим, что вам нужно знать. Выпала первая карта вируса. Ну, так как у нас сейчас сезон простуд, остерегайтесь вирусных заболеваний. Есть в вашей жизни также какие-то большие соблазны, как искушения. Вам очень что-то хочется кому-то показать или продемонстрировать, может быть, что у вас что-то есть, или что вы что-то умеете, или что вы что-то знаете. Искушение собственной значимости. То есть это важно для вас. И возьмём ещё одну карту на совет или на возможное развитие последующих дел в вашей жизни. Это карта некого фанатизма, когда вы горите какой-то идеей. Но это непростая карта. Она может показывать и магические манипуляции, магические ритуалы, то, что либо вы фанатики какой-то, либо рядом с вами есть какие-то люди фанатичные в своих идеях, те, кто ярко верит в свои убеждения. Возьмём для вас ещё одну карту на дополнение карта силы. Что интересно, что ваши идеи, они не пустые. И то, чем вы фанатеете или то, о чём вы думаете, имеет большую почву под собой. Тут, возможно, в каких-то моментах нужно будет проявить силу и мудрость для того, чтобы что-то достичь или что-то сделать, но у вас всё получится. Те, у кого в планах есть ритуальные работы на эту неделю, они могут быть очень успешными. С 21 на 22 декабря один из самых сильных дней в магии. И я думаю, что если меня смотрят люди практики, конечно, этим днём вы все воспользуетесь. Но и обычные люди, которые далеки от магии, всё равно в этот день можно заниматься коррекцией своей судьбы, своей жизни. Всем хорошей недели, всем возможностей. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте обратные комментарии. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто ещё не подписан. И я вас всех жду в следующих видео. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok